Убираем лен масличный. Начали с поля, на котором пересевали озимую пшеницу. Это поле должно дать один из лучших результатов. 10 июля, 2024 год. Сегодня у нас на газоне возглавляет бригаду водителей Саня. У него категория С уже на протяжении более 10 лет. Умеет отвечать на звонки. Два штрафа собрал, ремень и телефон. Но он уже остановился, не считается. Убираем лен масличный. Это поле, которое пересевали после пшеницы. Ожидаем здесь урожайность не менее 7 центнер. Посмотрим, что даст поле на круг. Соседи говорят, убирают 3-4 центнера. Это у нас лучшее поле. Глянем, что будет на других полях. Вы видите, несколько колоздов пшеницы. Эта пшеница, она зашла. Когда закультивировали, поотходила. После морозного опирания мы закультивировали два раза. На поле посеяли лен. Вот так набивает жадку, а потом, когда масса уже идет, закидывает. Это наша пайка. Видели как? Сказал сразу Виталий отекать. Это называется Уступи дорогу встречному движению. Сейчас мы аварийечку включим, наморкаем. Виктора отличные рабочие лошадки для нашей вооруженности. Единственное, что у них измельчитель. Оставляют прям за комбайном. Он по всей ширине жадки не раскидывает. На окрасе раскидывает. Виктор, в переводе с английского, победитель. Обеденных перерывов. Забрали бункер. Мы уезжаем с солидным водителем Витей. Обратите внимание, зеленые пятна это огрехи опрыскивателя. Видите? А такое мы наблюдаем у многих людей сейчас на полях. Только не на разворотах, на краях, а именно на всем поле. Людям приходится теперь ждать. Каких там прилетели? Привет, ребята, привет. Дэнк, ты прикольный. Прикол, да? Прям возле окна. Не могут прилететь. Ветер мешает. Какие-то вести хорошие хотят сообщить. Подменяем Витю, пока он помогает на складе. Саня Нарика. Я рейс Витю. На складе перевозили горох. Зачищали склад. Будем подавозить лед. А горох уже в другую часть перевезли, чтобы все вместе. Уже весь горох в одном месте был. Пришлось сделать им перекидку, потому что влага где-то была 15 плюс зеленка. Решили кинуть и перевезти, чтобы лучше хранился. По продажам будем смотреть. Постараемся дождаться цену. Хоть какую-то на горох. Сейчас нам 18-20 рублей, говорят. Мало. Мало для этого года, а не урожайный год. Не только у нас предыдущее видео по пшенице. Очень много людей писали. Много где. Ростовская область, Старопольский край, Белгородская область. Сильно пострадали регионы. Вот кто уже убрал, написали. У некоторых и меньше 15 центов в среднем. 3-5 центов люди пишут урожайность пшеницы. По гороху еще люди не писали. Но по этой цене все равно, что говорил 18 рублей. Сейчас все опустили рынок, потому что у всех уборка. Но старайтесь все держать, пусть поднимают, потом будем продавать. Всем в этом году вообще желаю, какие вы культуры не сеяли. Я так понимаю, здесь где-то какая-то культура закроет затраты, какая-то не закроет минус. Хотя бы в ноль в этом году бы выйти. Желаю всем, у кого не урожай. У кого урожай, дай бог, пусть дальше будет урожай. И у нас у всех, у кого не урожай, тоже будет урожай. До этого года и на этом спасибо, как говорится. Не было бы зимних осадков, не было бы и этого урожая. Так что, как говорится, мы делаем все, что от нас зависит. А природа пусть нам поможет. И все. И работаем над ошибками каждый день, каждый месяц, каждый год. Не забываем. Что пальну, потом в среднем напишу. Наверное, больше там в поле особо снимать не буду. Это кратко более показал. Ну, может, еще какое-то одно сниму тебе похуже, например, да, урожай. Для сравнения, как на вид. Ну, хотя бы в этом году закрыть, не знаю. И 3-4 цехера люди рады, да. Ну, хочется больше, хочется десятку, было бы шикарно. Но, к сожалению, к сожалению, даже сейчас лучший посев, вот, где 40 килограмм амопос ели, селитры 110, даже они, к сожалению, не дают. Вот. Поэтому, в круг, не знаю, 6, это, наверное, будет замечательно. Посмотрим. 7. Вообще великолепно. Но, даже если даст на 7-8 центер, в пересчете на деньги, это 25 центер пшеницы. На соседнем поле, где было выпирание не такое сильное, как на этом, и мы его оставили, не пересыпали, там пятнашку дало. 15 центер с гектара. Вот. Сейчас пропущу КамАЗ, надо съехать. Тут пока у меня КамАЗ пропускаем. Правило такое, пустое пропускают груженого. Продолжаем. Но, в принципе, это было бы то же самое, что вот лед, ну, не считай там семена, да, что мы лед получим, например, там, 8 центер. Поэтому, как бы, решение было правильное. Думаю, в среднем поле, может, даже лучше покажет. Вот, посмотрим, как говорится. Все в бункер покажет. И весы. А поле, если бы мы это оставили, наверное, упирали бы центр 5-7 пшеницы. Так что, те, кто спрашивал, там, ну, может поставить. Решение правильное, что мы не оставили. Если бы оставили, не было бы такого урожайности. И, как бы, если ситуация обстоит так, что нужно пересевать, нужно пересевать. Не бойтесь. Хорошо, что зимняя осадка хватило льну выставить. Мы тоже удивлены. Ну, в общем, так. Как переехать канал от профессионала? Ну, пустой канал вот такой. Погнали. Потихонечку катимся. Уровень наклона где-то градусов. 40, да? Сколько тут? Даже больше. А теперь газуем наверх. Нормально. Поехали дальше. Не обязательно иметь квадрик для канала. Можно на Ниве. Теперь возвращаемся обратно. Сбоку будет интереснее ситуация. Винали. Нормально все. Что там, мастер? Ювелирная работа снова в исполнении Шурика. Проверяем лагу. Вровень выпирается, как в подоконник, да? Вровень выпирается. Доставляем сбоку на 13 лен. Это видеоинструкция для тех, кто не умеет мерить влагомером. 7,5. Идеальная влага для хромея в складе. Миллиметражи! Зашли на другое поле. Здесь тоже хороший лен. Но он еще зеленый. Вот, много зеленого стебля. Трава здесь тоже пошла сильно. С этой стороны не так видно, но хватает. Вот здесь видно. Вот оно все зеленое стоит. Ну вот, после прохода комбайна оно все видно. Вот оно, какая зелень. И там в комбайне забивает колоссовой. Бункеры, каша. Попробовали, может получится. Не получается. В таком случае, конечно, надо делать десекацию. Вот она вся трава. Себель зеленый. Тут еще как бы лен не готов. Вот так будет виднее. Видите? Поэтому пробные обкосы сделали, но не то. На закате стоит красавчик. Такой лен не подходит к уборке. Каша. Тут вам делать десекацию. Не на всех полях, короче. Идет как хочется. Вот оно все зеленое, короче, здесь. Вот здесь влага сильная, больше 15. Ну это, короче, провялится. Растащим на солнце, потом завезем. Будем десекацию более делать. Занимаемся доработкой льна в складе. Там, где влага больше восьми. Дорабатываем. Делаем перекидку. Вот. Снизу лен остается нормальный, а в основном вся зелень наверх бросается. Вот она поверху лежит. Но тоже она полежала пару дней, подвялилась. Сейчас кидаем, влага уменьшается. Потом еще раз кинем. И будет все хорошо. Все хорошо.